Всем привет дорогие друзья! Подошел к концу седьмой день чемпионата Европы, были очень интересные и насыщенные эти матчи, которые проходили в разное время и сборная Украины одержала наконец-то первую победу 2012 года. Это было еще когда Шевченко сам играл за сборную Украины и забивал Шведан дубль. Да, действительно, сегодня первая такая победа и первые три очка для Украины Дания чуть не сотворила чудо и не обыграла Бельгию, но все же за счет выхода Кевина Дебрюина и всех лидеров команды во втором тайме бельгийцы смогли сделать камбэк. И матч Нидерланды-Австрия, как и ожидалось, Нидерланды были сильнее где-то тактически, где-то реально по классу. Все-таки обыграли они Австрию с учетом 2-0. Были очень интересные матчи и сегодня мы будем это все дело обсуждать, ребята. Обязательно пишите в комментарии, какой матч вам понравился больше всего и какие шансы всех этих команд на выход из группы, либо же вылет. Обязательно пишите, интересно будет почитать. Перед началом поставьте лайк этому обзору, подпишитесь на канал, если этого еще не сделали. Ну и поехали обсуждать седьмой игровой день. Начнем с матча сборной Украины и Македонии, где Украина все-таки одержала победу, но не все так было очевидно и однозначно. Давайте начнем с составов Андрея Шевченко. Все-таки какие изменения Шева внес в состав? В принципе в обороне ничего не поменялось, все те же ребята. Единственное, что он сделал, Зубков травмировался, поэтому нужно было находить левого атакующего полузащитника и пал выбор на Малиновского. В центре поля же место Руслана Малиновского занял Шапаренко, а в опорной зоне сегодня сыграл Степаненко вместо Сидорчука. Ну а в атаке Ермчук, Ермоленко и эти ребята сегодня реально были одни из лучших, если не лучшими. И первый тайм, ребята, это наверное то, что ждали все болельщики сборной Украины, когда у тебя есть и моменты, когда у тебя есть и голы, когда у тебя есть какая-никакая, но реализация и сборная Украины, ребята, первый тайм переиграла Македонии просто в чистую по владению, по всем ударам, по всем параметрам, всем показателям. Украина реально очень классно вышла и очень заряженно вышла на этот матч. Но первые полчаса все-таки Македония держалась, где-то они пытались выходить в контратаки, но Украина неплохо держала их в своей стропной и сборная Украины ничего не давала сделать Македонию, которой за весь первый тайм было всего 3 удара и 0 в створ. В то же время, как Украина ударила за первый тайм 10 раз и попала 4 раза в створ и из этих 4 было 2 гола. Давайте перейдем к первому моменту, действительно очень важному и где мы могли забивать. На самом деле еще до этого были моменты Еремчука, были моменты и других футболистов. Малиновский стрелял, пытались пробивать, но в принципе где-то вратарь Дмитриевский сегодня неплохо у Македонцев сыграл, где-то реализация у нас все-таки осталась на прежнем уровне. Ну, то есть желает быть лучшей, да, но на 29 минуте случается у нас стандарт угловой и был навес на ближнюю штангу, где был Караваев. Караваев скидывает пяточкой на дальнюю штангу на Андрея Ермоленко и Андрей Ермоленко замыкает эту передачу. Я считаю, это один из лучших розыгрышей на чемпионате Европы и один из лучших голевых передач на этом чемпионате Европы, потому что, ну, пяточкой так сыграть в штрафной зоне, пяточкой отдать передачу на дальнюю штангу с углового, это дорогого стоит. И Ермоленко практически в пустые ворота забивает, Украина открывает счет, 5 минут проходит, передача Ермоленко на выход Еремчуку и получаете 2-0. То есть Украина сразу делает блицкрик уже в середине первого тайма и по факту мы уже действительно где-то были мыслями, ну, а почему бы не сделать 4-5-0, то есть можем же, моменты есть, почему бы дальше не пойти забить. И действительно Украина где-то понимала это, что можно, можно, можно во втором тайме, чтобы отдыхать, в первом тайме закончить, где-то еще пару мячей забить. Но вот македонцы сели полностью в глубокую оборону и оборонялись, тупо оборонялись. И за первый тайм, да, Украина могла еще забивать, в принципе, и третий гол, но не пошло, не пошла игра, где-то мы все-таки тоже подсели и сил уже убавилось. И в конце первого тайма Шапаренко, кстати, там получил желтую за симуляцию. Я вообще не понимаю, как можно симулировать в эпоху Вара, даже если судья там, допустим, поверит тебе и поставит пеночку на эту симуляцию, то в любом случае ребята из Вара арбитру-то скажут, парень, там как бы симуляция, давай ему желтую. Поэтому нет смысла Шапаренко больше этого делать, так что он извлечет из этого урок. На второй тайм, конечно, Македония вышла где-то с ощущением того, что нужно как бы что-то делать. И они сделали сразу двойную замену, там у них вышли свои футболисты. И случается эпизод буквально сразу же, там через минут 10, пенальти в наши ворота, где Караваев сбивает Горнопандева, опытнейшего нападающего, который, ну, по факту подставился. И Караваев его не видел, конечно, за спиной, сыграл грубо, да, и это чистое пенальти в наши ворота. И мы надеялись, что Бущан отобьет этот мяч, он отбил. Алиовский пробивал по воротам, Бущан отбивает этот пенальти, но, блин, до конца не получилось сыграть. Отбивает прям на ногу Алиовский обратно, и тут уже в пустые ворота забивает счет 2-1. И тут, ребята, уже действительно была интрига. И первый тайм, я вам скажу, что был очень классным, а второй тайм мы полностью провалили. Как по мне, мы сыграли плохо. Потому что за второй тайм, чтобы вы понимали, у Македонии и владение больше, ударов больше, передач больше, атак больше, угловых больше, всего больше. Я понимаю, конечно, что мы выигрываем, и Македонии нужно отыгрываться, но это как бы не топовая сборная. Мы должны заканчивать матчи. Единственное, что мне не нравится в этой сборной Украины, что мы не умеем заканчивать и завершать матчи до их окончания. Как это делают топовые сборные, как это делает, допустим, та же Португалия, да, и тому подобные сборные Франции, Германия, Испания. Хотя к Испании вопросы есть, но в любом случае пример, я думаю, понятен. То есть нам нужно было в этом матче максимально закончить игру еще до второго тайма. Мы этого не сделали, дали шанс македонцам. Македонцы реально имели шансы. Имели шансы забить. Бущан сегодня был лучшим игроком на поле, я считаю, по оценке. Вот, и по количеству полезных действий на поле, Бущан лучший игрок. Но признали лучшим игроком, конечно, Андрей Ермоленко, у которого гол плюс пас, как бы, какие вопросы к Ермоленко? Никаких. Вот, поэтому, ну если бы не Бущан в некоторых эпизодах, конечно, мы могли пропускать и второй. То есть есть проблемы с концентрацией, есть проблемы с тем, что не реализация все равно есть. Во втором тайме, по факту, у нас моменты были, но они не такие существенные, как были в первом тайме. Второй тайм мы проваливаем против Македонии, когда нам нужны 3 очка на все 100%. Во втором тайме, кстати, вышел Цыганков, вышел Беседин, Сидорчук. И я вам скажу, что Цыганков, ну, пока что набирает только форму. У него был, кстати, момент, как раз-таки, о котором я говорил, что очень хороший. Ну, практически выход, он в касание не попал, выход 1 на 1 и пробил мимо. Момент, когда вышел Беседин, да, это форвард, конечно, который может играть из глубины, который может где-то оттягиваться в центр поля, помогать полузащитникам, где-то зарабатывать штрафные удары. Он очень полезное действие делает, и он очень полезный футболист. Но, единственный момент и единственный вопрос к Беседину, это зачем играть пяточкой на 90 плюс 3, когда счет на табло, как бы 2-1 в твою пользу. Но одно неверное решение, контратака, и македонцы могли забивать. И в этом эпизоде Беседин отдает пяточкой в центр поля передачу зачем-то. Мы теряем мяч, контратаку македонцев, дальний удар, везет, что не попали. И везет, что не попали нам в створ, и везет, что мы не пропустили, ребят. Ну, как бы, я не знаю, я просто не знаю, я был в шоке такой, конечно. Беседин, Беседин мог сейчас просто тонну хейта в свою сторону получить, если бы, допустим, Македония забила. Но, слава богу, все обошлось, Украина выиграла этот матч, Украина заработала 3 очка. Ну, и Украина с чистой совестью, конечно, пока что возглавляет второе место, потому что Австрия пропустила 2 мяча, у Австрии по таблице пока что 3 гола 3 пропущенных, у нас по таблице 4 гола 4 пропущенных, забитых мячей у нас больше на 1, поэтому именно мы находимся на данный момент на втором месте. Поэтому нас даже устроит ничья с македонцами, нас даже устроит ничья с Австрией в матче, который пройдет 21 числа, и мы выйдем со второго места. То есть здесь мы уже небольшие фавориты. Ну, если подытожить весь этот матч, что мы увидели... А, еще я забыл, что Малиновский не забил пенальти. Мы могли были заканчивать еще матч на 84-м минуте. Заработал сам же Малиновский, попал со штрафного в руку защитником македонцев, и Руслан Малиновский не забивает пенальти. Пробил он, не сказать, что плохо, но на удобной для вратаря позиции, на удобной для вратаря высоте, на удобной для вратаря скорости удара, поэтому вратарь парировал, и здесь, наверное, день вратарей, потому что ни там, ни там пенальти не забивается, и, конечно же, Малина должен был решать, и 3-1 был для нас закономерным счетом. Я думаю, мы заслужили на 3-1, потому что моментов у нас было действительно много. Не реализация все равно, ё-моё, никуда не пропадает. Это плохо, это плохой момент перед Австрией. Нужно над этим, опять-таки, работать, работать и еще раз работать. Еще один момент, на который можно обратить внимание, что Малиновский тот игрок, который самое большое количество потерял мячей в этом матче. Это 5 раз он потерял мяч, если сравнивать с другими футболистами у кого-то по 2, по 3 потери, у Малиновского целых 5, но это можно объяснить, конечно, тем, что Малиновский в основном находится самое большое количество времени с этим мячом, поэтому, конечно, потери где-то будут, но Малиновский на самом деле не сыграл свой лучший матч, то же самое и Зинченко, хотя они неплохое движение давали и в центре поля, неплохое движение, Зинченко где-то подключался, помогал Малиновскому на левом фланге, поэтому здесь где-то была взаимозаменяемость и, в принципе, довольно неплохо они отыграли, и в центре никаких ошибок особых не было. Вот единственное, что можно вспомнить и пенальти, и дальние удары македонцев. Но, опять-таки, в сумме за весь матч, да, статистику мы выиграли, владения выиграли, удары выиграли, но второй тайм был проигран в чистую македонцев. Вот единственная претензия к сборной Украины. А так претензий нет, Украину с победой, наконец-то празднуем мы первую победу 2012 года на чемпионатах Европы, это в плюс, ждем матча с Австрией, ребята. Ну и давайте вкратце по следующим матчам, Дания-Бельгия, ребята, это просто шикарный матч, я считаю, посмотрели мы его на стриме, смотрели, мы его комментировали, мы его обсуждали, и начало матча, какое же начало, ребят, это было что-то с чем-то. Поулсен с ошибки сразу Денайера забивает гол на второй минуте, и тут все переворачиваются у нас, потому что я никогда не видел такую плохую Бельгию, никогда не видел, чтобы так Бельгию кто-то прессинговал. Так как прессинговала Дания в первом тайме, никто еще на этом чемпионате Европы не прессинговал никакую команду, ну разве что Италия, возможно, больше я никакой сборную не вспомню, чтобы такой был прессинг на топовую сборную, чтобы так агрессивно играть против топовой сборной, ребят, ну это нужно уметь. И Дания реально заслужила уважение в первом тайме, потому что, да, владение было равным, но, ребята, удары по воротам Дания ничего не дала создать Бельгии. Ничего, они даже в центр поля редко переходили, чтобы вы понимали, я имею в виду Бельгия, у них один удар за первый тайм, в створну это один удар, у Бельгии целых 9 ударов, да, 3 в створну, все равно 9 ударов по воротам Бельгия дает бить, Бельгия ошибалась, Бельгия поплыла за первые, вот, наверное, 15 минут, Дания просто уничтожал и угнетала бельгийцев. Во второй половине первого тайма Бельгия где-то выровняла игру, но все же у них не было моментов, единственное, у них не было владения, вроде как они выровняли, да, Дания просто шокировала реально бельгийцев тем голом, который забил Поулсен, и вообще Поулсен был, ну, лучшим игроком на поле в первом тайме, я считаю, ну, огромные аплодисменты Дании за ту игру, которую они показали в первом тайме, я еще такой потерянный Бельгию не видел ни разу, честно говоря. Но плохо для Дании все обернулось тогда, когда вышел Кевин Дебрюйна, когда вышел Айден Азар, когда вышел Витцель, и, конечно, это дало результат, ребят. Сразу выходит у нас Кевин Дебрюйна во втором тайме вместо Дриса Мертенса, получаете голешник, передача Кевина Дебрюйна, гол Тургана Азара. Дебрюйна это элитнейший игрок для Бельгии, это лидер команды, это человек, который действительно делает разницу. Вот он выходит, и чувствуется, что Бельгия, вот, где-то уже и моменты появились, где-то владение уже есть, где-то футболисты уже почувствовали уверенность, и вместе с Дебрюйной забегали, где-то и Лукако уже появился, потому что Лукако в первом тайме, я считаю, провалил, а он почему-то был лучшим игроком матча, ну, даже не знаю, почему его назначили, я бы назначил лучшим игроком матча Кевина Дебрюйна. Он вышел, перевернулся, весь исход встречи. Но во втором тайме, да, Лукако, он делал очень большой объем работы, он поучаствовал практически в этих обоих мячах, поэтому Ромай Лукако тоже молодец, он не забил, но он отрабатывал очень хорошо, играл на команду, то есть здесь к нему вопросов нет, и Торга Назар, считайте, забил в пустые ворота после передачи Дебрюйна, после этого и Эда Назар неплохо отыгрывал, Эда Назара дал голевую передачу, ребята, когда забивал уже Кевин Дебрюйна. Но чтобы сказать, что вышел Дебрюйна, вышли вот эти все ребята, и Бельгия и дальше начала бы реально выравнивать, да, они где-то владение выровняли, оно было на пользу Бельгии, но, блин, Дания все равно не отступала от своих принципов, Дания все равно играла на атаку, играла в атаку против бельгийцев. Ребята, это не та команда, которая будет закрываться, и большой респект такой команде, как Дания, потому что у них нет таких футболистов, как Дебрюйна, как Лукако, как Яник Феррера, Караско Мертенс, Телеманс в обороне, также там и Куртуа вратарь, хотя Шмахалес считает тоже топовый вратарь, они при всем при этом все равно играли в атаку, играли в атакующий футбол, у них все равно во втором тайме 13 ударов у Бельгии 5, 5 ударов у Бельгии за второй, в общем, за весь матч Бельгия ударила 6 раз, попали 4 раза из этих 4-2 гола, у Дании 22 неимоверных удара по воротам, то же самое было с Финляндией, у них там 20 с лишним ударом по воротам, то же самое и с Бельгии, 22 удара, 6 в створ, правда, но, блин, 22 удара, ребята, это что-то с чем-то, вот Дания меня удивляет, несмотря на то, что у Дании 0 очков, это команда, которая реально не повезло с Финляндией, и которая реально где-то не повезло, что Де Брюйна сыграл в этом матче и вышел за счет своего класса, вытащил матч, тупо в одну Харю вместе с Лукаку, там и с остальными ребятами вытащил матч, потому что, ну, я очень хотел бы, чтобы Дания выиграла, очень хотел бы, и понятно, что не хватало этой Дании Кристиана Эриксона, я хочу сказать, что действительно, вот если бы был Кристиан Эриксон на поле, я думаю, Дания сыграла бы по-другому, и Дания бы не проиграла, потому что этот футболист тоже делает разницу, вот Кристиан Эриксон, наверное, равно Кевин Де Брюйна в Дании, не было такого футболиста, и здорово, конечно, желаем Эриксону, кстати, на 10-й минуте, на 10-й минуте все футболисты, все болельщики, кстати, стадион был полностью забитым, битком забитый, все болельщики Дании, и весь стадион аплодировал Кристиану Эриксону целую минуту до 11-й минуты, в знак, конечно, поддержки этого футболиста, который, ну, вы помните, да, рухнул на поле, упал после того, как остановилось сердце, это, конечно, было очень приятно, я думаю, Кристиану, ну, и Дания, я считаю, не опозорилась, Дания показала атакующий футбол против атакующей Бельгии, и этим они заслуживают на уважение, у них, конечно, будет лобовый матч с Россией, и я вне всяких сомнений думаю, что Дания выиграет у сборной России, ребят, ну, я не знаю, с такой Дани, вот, вот, если им не везло где-то в Финляндии очень сильно, где-то они повезло в конце, что был у Бельгии Дебрюйна, ну, с Россией уже должно, уже должно пойти, поэтому, я думаю, Дании, Дании будут хороший шанс, хотя бы с третьего места, возможно, выйти из группы, посмотрим, как оно будет, пишите, кстати, по этой группе, как вы думаете, кто выйдет со второго, а кто выйдет с третьего места, обязательно пишите, интересно будет почитать, Дании респект за этот матч. Ну, и последний матч этого седьмого игрового дня, Нидерланды и Австрия, вкратце вам, где-то попытаюсь поделиться своим мнением, ну, слушайте, Австрия очень сильная, и сильная команда, и в преддверии матча Украина-Австрия, я же, конечно, смотрел эту игру уже с мыслью того, что Украине предстоит играть с Австрией, то я оценивал шансы, и Австрия, конечно, ну, очень организованная команда, они очень неплохо играют в обороне, они неплохо контролируют мяч, то, что они показали в этом матче, у них одинаковое владение с Нидерландом, у них больше передач было, у них даже больше владения, по-моему, за весь матч было, у них больше ударов по воротам, у них больше передач было, у них больше соотношения точности передач, то есть это действительно команда, которая очень организованная, но которой не хватает просто в завершающей фазе таких футболистов, как Мэмфис Де Пай, таких футболистов в центре поля, как Фрэнки Де Йонг, поэтому в этом плане, конечно, Нидерланды чуть переиграли. Случается эпизод с пенальти на 11-й минуте, который, конечно же, забивает Мэмфис Де Пай и показал Малиновскому, вот так нужно вот бить пенальти, вот с такой силой нужно бить пенальти, потому что, ну, как не угадывай такой удар, ты просто не успеешь его отбить, когда действительно Де Пай приложился и с такой скоростью забил этот мяч, что, ну, действительно, вот так вот нужно исполнять пенальти. Де Пай открывает счет 1-0, и первый там, в принципе, был без особых каких-то моментов, но Нидерланды больше, конечно, создавали. У них больше было ударов, 6-1 в створ, правда, с пенальти, но по факту у Австрии было только 2 удара, 0 в створ, то есть единственная претензия к австрийцам, это голевые моменты, организация обороны, организация игры, вроде все на высшем уровне, то есть, да, Нидерланды по факту сегодня, если посудить вот так вот, забегая наперед, уже давайте поговорим о втором тайме, потому что в первом тайме больше ничего особо не происходило. Игра была довольно грубая, кстати, игра была в центре поля, ну, то есть, довольно много тактики в этом матче было, от Дебура. Ну, и Нидерланды не давали просто доходить в штрафную зону. Нидерланды это та команда, которая очень организованно обороняется, и сегодня австрийцам было сложно взламывать эту оборону, они пытались больше бить где-то по воротам, с дальней дистанции, где-то с навесов попробовать, но других каких-то шансов у них не было. Опять-таки, сегодня сумасшедший матч проводит Дамприз. Вот я уверен, что этот парень себя уже продал. Он уже себя продал в Реал, в Барселону, в Интер, в Ювентус, в Манчестер Сити, в Манчестер Юнайтед, я не знаю, в Челси. Этот парень реально нарасхват сейчас будет. Ребят, такого футболиста на правом фланге мечтает видеть, наверное, каждый тренер, потому что он второй матч подряд уже лучший игрок матча. Правый латераль сегодня у Нидерландов был Дамприз, как и в прошлом матче против Украины. Он сожрал полностью весь фланг. И этот футболист, кстати, и заработал пенальти, чтобы вы понимали. Он заработал пенальти для Депая. Депай его забил. И в конце матча на контратаке, на контратаке забил тот же Дамприз, который на последних минутах, ну, практически на последних 67-я минута, бежит справа фланга. Контратака. Малин, кстати, вышел вместо Верхорста, который сегодня плохой матч провел, вообще не его игра. Малин, быстрый Малин, убегает в контратаку 2 в 1. То есть два футболиста Нидерландов убегают против вратаря. Пас на пустые ворота. Дамприз замыкает. И идеально. Гол плюс пас практически, да, сегодня у Дамприса. Он лучший. Просто лучший. И, конечно, Де Йонг сыграл очень неплохо. Депай какое движение сегодня дал. Красавчик плюс забил с пенальти. То есть у Нидерландов все отлично, я вам скажу, это классная команда. И вот наряду, наверное, с Италией, мне кажется, это такие для меня лично открытия. Вот и Нидерланды, и Италия, потому что от них я где-то не ожидал такой уверенной игры на самом деле. А у Австрии все равно за второй тайм проблемы. У них владение передачи есть. Ударов толком нет. Шесть ударов, но один в створ. То есть нет завершения, Нидерланды все перекрыли и на контратаке поймали. То есть давайте считать пенальти и контратака. То есть Нидерланды нигде не взламывали, ничего там с позиционной атаки не забивали, не было суперкомбинаций. Обычные пенальти и контратака. Все очень просто. И делают на этом результат, ребята. Делают разницу за счет этого, за счет класса, за счет того, что они умеют реализовать эти моменты, за счет того, что им повезло заработать этот пенальти и на них не давил результат. А на Австрию он давил. И им приходилось открываться, они открылись и получили контру 2-0. Могли, кстати, и третий пропускать в конце. То есть они поплыли вообще. Ребят, с австрийцами можно играть. Австрийцам можно обыгрывать. Это такая же команда, как и сборная Украины. Мы практически так же играли против Нидерландов. Да, у нас меньше было владения мяча, у нас меньше было где-то соотношение передач. Но примерно та же игра. У нас было больше ударов в створ, я считаю. То есть мы где-то лучше сыграли в создании моментов, конечно, против Нидерландов. Мы забили 2 мяча, Австрия этого не сделала. Австрия где-то грамотнее, возможно, в обороне, чем сборная Украины. Но в атаке Украина, мне кажется, посильнее. Поэтому, ребят, шансы у нас хорошие обыграть эту Австрию. Ничего особенного там нет. Там есть Давид Далаба, да, там есть Забица, там есть хорошие индивидуальности. Но, ребятки, атака у нас помощнее, я вам скажу. Так что удачи сборной Украины против Австрии. Как я говорил, Украина пока что находится на втором месте. Нидерланды уже вышли в следующий раунд чемпионата Европы. Это, я думаю, что мне всяких сомнений. Ну, а в сборной Украины только удачи. И еще раз удачи против Австрии. Всем спасибо, ребят, за просмотр. Обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Не пропускайте наших прогнозов, наших прямых трансляций, которые проводятся во время матча чемпионата Европы. Смотрите футбол и до новых встреч.